Сегодня мы встречаемся в прямом эфире с врачом-психотерапевтом, диетологом, специалистом по коррекции пищевого поведения. Мы сегодня будем говорить, почему так трудно выдерживать эти чёртовы диеты. Особенно, когда они у вас, как у меня, пожизненные. Вот я. Здравствуйте всем. Очень приятно. Я присоединила, всё в порядке. Все подключились. Мне кажется... Да, все подключились? Нет. Я ещё раз сейчас просто скажу, зачем мы сегодня собрались. Потому что вчера в прямом эфире у меня была гостья, актриса Софья Шуткина, которая два года уже на глютен-фри, она не вегетарианка, веганка, она не ест мясо, молоко и очень легко относится ко всем ограничениям в пище. Причём настолько мудрая девочка, 26 лет, молодая совсем девушка, и она говорит, главное – осознанность. Я выбрала для себя те продукты, которые мне полезны, я чувствую, что мне не очень, с чем мне не очень комфортно, и она спокойно с этим живёт. А сколько она уже по времени живёт? Семь лет веганка, семь лет веган и два года глютен-фри. Сахар нет, молоко нет, ну то есть всё нет. Ест один-два раза в день каши, овощи, фрукты. Такое осознанное, скажем, вот отношение к еде. Прекрасно выглядят, шикарные волосы, бесподобная кожа. В общем, у неё всё хорошо. Есть другие люди такие, как я, например. А мне кажется, смотри, всем людям, которые селебрити, популярные люди, люди, которые постоянно привыкли быть во внимании. Ну, в общем, внимание – это их профессия. Им гораздо легче соблюдать разные стили питания, им гораздо легче соблюдать ограничения. По одной простой причине, что у них бесконечная, жуткая мотивация. Они работают лицом, им необходимо отлично, великолепно выглядеть. Иначе у них профессии, да, там, скажем так, они лишаются профессии. Эта мотивация длится каждый, ну, скажем так, каждую секунду этого времени, потому что они находятся в... Если они не снимаются, то они готовятся к съёмкам. Если они не готовятся, то они, значит, ну что, они мечтают о них, да, там. Ну, в общем, в целом они должны великолепно выглядеть. Ищут их кастинги, пробы, бесконечные просмотры. То есть они всегда должны быть the best. Это не тот случай, когда мы с вами обычные люди. Нет, ну, может быть, необычные. Наши слушатели однозначно, может быть, необычные люди, потому что вечер, лето, парад победы только прошёл, всё расцвело, и заниматься слушать и слушать нас, я считаю, это... Ну, спасибо огромное, да, там, за это внимание. Однозначно, да. Тем более сегодня выходной день, и кто-то проводит его на пикнике, опять же, кто-то проводит его там с семьёй, с друзьями, но те люди, которым это интересно, значит, вот действительно это... Ну, это проблема, потому что я сама с этой проблемой переживала, наверное, почти пять лет. С момента того, как в моей жизни появились ограничения по питанию, по продуктам. И я честно скажу, что... И я писала об этом неоднократно, что за эти пять лет у меня были и срывы, у меня было раздражение, у меня был жуткий гнев. Да, привет, привет. Были... Были... Был ужасный гнев и вообще негодование, почему это вдруг в 40 лет там случилось со мной, почему мне нельзя... Привычные мне продукты, они не вредные. Яйца не вредные, творог не вреден, там... Полезные даже в чем-то, да? А они полезные, да, но мне их вот стало нельзя. Я начинала торговаться. Вот я знаю, что у меня все хорошо, я сейчас пельмешек поем, ну, посмотрите, со мной же ничего не произошло. Потом со мной обязательно что-то происходило, но я себе говорила, ой, это совсем не от этого, это на самом деле, давай-ка там у меня может быть стрессы, а может у меня гастрит обострился. В конце концов, может у меня паразиты, которых там не обнаружились, да, то есть, ну, в чем проблема этих бед? И я скажу всем честно, так как мы с Анной работаем плотно уже, кроме того, что мы тружим с 9 лет, да, мы очень много времени, мы очень много времени проводим вместе в работе. Я готовлю статьи, мы готовим какие-то съемки, радиоэфиры на разные темы, и однажды, обсуждая тему, не связанную, по-моему, даже с, а может быть и связанную как раз с диетами, Анна рассказала мне вот те этапы, которые проходят человеку, у которого возникает жизненная там по медицинским показаниям потребность изменить и вести жесткие ограничения по питанию, будь то сахарный диабет, будь то аллергия, будь там непереносимость продуктов, все, все, все что угодно. И только пройдя определенные этапы жизненные, да, которые могут длиться годами, да, то есть я, видимо, уже где-то на пути борьбы там с вот этими ограничениями куда-то приблизилась к финалу, и то, что мне рассказала Анна, это было вот такой финальной жирной точкой там или восклицательным знаком, и после этого стало легче. Желание подъесть, оно периодически запрещенное, периодически появляется. Ну, оно часто появляется, да. Мне кажется, оно часто появляется, да. Да, но ты себя тормозишь, ты понимаешь. Да, Аня, ну, вот у меня вопрос, почему же так строго, самый главный вопрос, почему так сложно, вернее, соблюдать строгую диету? Я еще раз говорю, она может, вот у моих подписчиков она очень разная. Кому-то нельзя молочко, кому-то нельзя сладкое, кому-то в комплексе много чего-то нельзя, да. Ну, почему так сложно? Ну, ведь кажется, ну, убери, тем более альтернатива сейчас есть, замена есть. Ну, нет, ведь хочется, как назло, вот именно вот то запрещенное. Вот что это? Давай так, мы сейчас будем говорить именно не о том, что у кого-то из наших с тобой слушателей, ну, твоих, вот многоуважаемых подписчиков, возникает расстройство пищевого поведения. Нет, боже упаси, да. То есть врач рекомендует определенный стиль питания, определенную диету, на которой ограничены определенные продукты. Потому что врач очень четко понимает в связи с анализами, что на эти продукты возникают реакции. Реакции, аллергические реакции, ну, и ты приводишь пример, когда у меня хроническое заболевание, кстати говоря, огромное количество, например, заболевание с желудочно-кишечным трактом, сахарный диабет, между прочим, гипертония, это тоже тема, когда человек может соблюдать диету и с помощью диеты облегчить себе симптоматику. Ну, например, да, ну, еще раз говорю, да, желудочно-кишечный тракт, например, да, там все аллергические реакции, ну, вот все, что связано с питанием, может улучшить его состояние, не излечить, но улучшить. И, конечно же, когда уважаемый доктор и с хорошими побуждениями предлагает питание, которое очень жестко ограничивает, и ты такой думаешь, ну, ничего страшного, ну, в общем, почему бы и нет, в общем, я могу это пособлюдать, и соблюдаешь там, ну, ровно одно питание, либо там до вечера, да, уже глубокой ночи, ты подходишь к холодильничку, начинаешь, в общем-то, все, что тебе запретил этот доктор, которого ты, кстати говоря, уважаешь, да, ты начинаешь потихоньку употреблять, думая, что пронесет. В первую очередь, в принципе, ограничительное поведение, диета – это все ограничения. Вот давайте так, дорогие мои, да, вот в принципе, все ограничения всегда очень сложно соблюдать, потому что, как только, кстати говоря, ты продержишься на таком питании неделю, месяц, у тебя, в принципе, сформируется ограничительный так называемый аппетит. Вот запретный плод сладок. Мы так устроены. Если я ела все, и кто-то ест все, и, между прочим, рядом эти все дорогие, близкие едят все, а мне нельзя, у меня формируется вот этот ограничительный аппетит, который вызывает чувство вины, чувство вины, что я по ночам что-то поджевываю, чувство стыда, потому что я поглядываю на это питание, я же как бы взрослый человек, да, что же я на него смотрю-то, ну, там, супермаркеток, ну, прямо у меня глаз горит, потом я его начинаю подворовывать где-нибудь в гостях, ну, потому что всегда так, ну, ладно, дом это идеально, да, а вот в гостях, например, не считай, у подружки, да, ну, вот у подружки ничего страшного, подъезжая в гостях не считается, вот, ну, или там в ресторанчике, в кафе, но все не считается, и поэтому мы начинаем, да, там, стихаря... Вопросы мы потом все прочитаем, да. У тебя смешные вопросы. Пишите вопросы. Я пока не читаю вопросы. Пишите вопросы, пока не читай. Пишите вопросы, специально оставляем достаточно время, Аня ответит на все ваши вопросы. Да, смотрите, и, конечно же, вот этот ограничительный аппетит, который в любом случае присутствует, я бы даже сказала, он нормативен, потому что ограничительный аппетит еще вывели в прошлом веке, в 1956 году, когда американцы стали следовать, это уже по моему профилю, да, людей, вы просили их за деньги сбросить вес, но все они были в нормативном весе, их посадили на жесткие ограничения. Американцы любят деньги, как любая страна, да, и они сбросили вес, но потом они стали его в большей степени набирать. Никто из них не вернулся в нормальный вес, они все перешагнули через норму с набора вес, потому что у них появились такие великолепные продукты, которые им раньше было можно, но, соответственно, раз можно, я могу съесть их, кстати говоря, ограниченное, а вот когда мне нельзя. Да, я все, да, там просто, это же каждый день, вот оно, питание закончится, закончится, и все, 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 я буду это переедать. Вот этот момент происходит, мне кажется, со всеми людьми, которые вы, я искренне, с огромным уважением отношусь к людям, которые соблюдают, да, потому что я точно знаю, что они прошли очень многие стадии, сейчас я не буду рассказывать, как они вообще борются с ограничительным аппетитом, и есть такие стадии, которые я тебе, кстати говоря, объясняла, и которые тебе помогли. Эти стадии принятия, очень помогло. Да, эти стадии принятия относятся не только к заболеванию, к хроническому заболеванию, эти стадии принятия относятся к кризисам, например, возрастным, нам тоже как-то нужно принять, вот мы с тобой, да, там, с 10 лет вместе, да, нам тоже как-то нужно принять, что нам не 20, не 30, нам в конце концов даже не 40, а уже 40 плюс, и вот это вот принятие возраста, это к тому же относится, например, да, или к серьезным таким, знаешь, ситуациям связанным, вот с потерей близких, например, людей, да, вот я тоже должна эти стадии пройти, чтобы хорошо, ну, вот, ну, и самой функционировать, да, и при этом погоревать. Не разучиться радоваться жизни, абсолютно, я вернула, научиться, вообще не терять вот это ощущение радости жизни, без которого я, например, жить не могу, то есть я вот считаю, что человек рожден быть счастливым, независимо ни от каких обстоятельств, да, вот, вот, а чтобы быть счастливым, когда очень много чего говорит о том, что, ну, дорогая, потерпи, да, еще чуть-чуть, ну, я хочу, вообще, всего их 5, 5 стадий принятия, которые мы все с вами должны пройти, если у нас есть, если у нас есть темы, связанные, что я вынуждена ограничивать себя для того, чтобы чувствовать себя хорошо, да, вот, ну, все, да, там, любое хроническое заболевание, это связано со стадией, вы приняете, еще раз повторюсь, там, неприятных ситуациях, связанных с потерями, ну, не знаю, там, разводы, там, потеря близкого, в конце концов, переезды, слушай, да, там, из другого города, потеря, там, бывшего общества, там, формирования нового, ну, в общем, все, что я теряю, я должна перенести, вот так, да, и пять стадий, значит, первая стадия отрицания, дальше идет стадия торга, потом, конечно же, агрессии, потом я понимаю, что все вообще, вот, ну, все это на всю жизнь, да, мне кажется, как-то рискала пожизненно соблюдать питание, мне кажется, уже все, депрессия должна, ну, в общем, стадия депрессии должна погоревать по этому поводу и только затем принять, конечно, мы стремимся к стадии принятия, вот, как твоя многоуважаемая гость и сказала, осознанность, вот это вот, мы стремимся к осознанности, вот, ну, вот принятие равно осознанность, но пока ты это пройдешь, да, ну, очень много, четыре вот эти ступени, да, да, очень много, скажем так, может пройти времени, и я не говорю, что это плохо, вот, я не говорю, что это плохо, да, там, и чем вы дольше будете проходить, тем хуже, ну, кто-то дольше проходит это. Очень маленький процент проходит это очень быстро, мне кажется, очень небольшой процент. И то это с особенностями личности связано, ну, еще раз говорю, либо с вот ситуациями, да, что вот, ну, например, вот как ты приводила пример актриса, которая, конечно, легко соблюдать, да, там завтра на показ идти, да, там на премьеру, ну, еще как. Отрицание, дорогие мои. Значит, отрицание это когда я вообще не хочу знать, что у меня есть какая-то особенность, связанная с, ну, настоящая, ну, там, если в твоем примере, что у меня есть какая-то особенность, связанная с моим, с моей реакцией, да, на, там, глютен, например. У меня непереносимость. Мне говорят, Валя, у тебя уже вот документально подтверждено, ты не переносишь определенные продукты из ключи. Да не может этого быть. Абсолютно верно. Во-первых, я туда не пойду пять лет, понимаешь, я буду тянуть резину, пробовать, экспериментировать, я лучше пойду инъекции поделаю, да я пойду на паразитов, я гормоны, я найду миллион причин. Вот смотри, отрицание это... Да, ты круто говоришь, но вот стадия отрицания связана с тем, что это, мне кажется, даже еще пока идет до врача или в кабинете у самого врача, да, до врача. Может быть, тебе проверится? Нет, вообще, о чем ты мне говоришь? Ты мне озвучила, да? Ань, да о чем ты мне говоришь? Сейчас там, ну, сейчас у меня просто, ну, какая-то стрессовая ситуация и все пройдет, да, там, я просто устала. Ну, вот просто, когда в тишине раздается звонок... Не готов идти к врачу. Да, вот когда в тишине раздается звонок, дорогие мои, например, нам сообщают пренеприятнейшее известие, первую секунду мне хочется сказать, нет, этого не может быть. Вот нет, этого не может быть. Вот мне кажется, это яркая характеристика стадии отрицания. Нет, этого не может быть, мне даже не нужно обращаться никаким специалистам, мне не нужно, мне пока не нужно ничего проходить, потому что этого со мной не случилось, как бы. И все проявления, например, да, там, связанные с кожей лица, с желудочно-кишечным трактом, не воспринимается как нечто серьезное, воспринимается как, ну, вот сейчас все пройдет и, ну, как бы оставьте меня в покое, да, и я сама там, вот в этот момент, кстати, я сама могу не смотреться в зеркало, если говорить по твоим моментам, да, то есть не обращая, или запудриваться, то чуть-чуть сильнее тона покупать, или в этот момент я могу просто запивать, если, если есть реакции желудочно-кишечного тракта, там, вздутие, да, там, проблемы с пищеварением, я могу принимать какие-то симптоматические препараты, да, ну, просто потому что у меня сегодня вздутие и больше ничего, но я не хочу копаться в этом, я даже диагноз не хочу этот слышать, но потому что потому. Мне кажется, в этом отрицании, вот, люди с твоей проблемы, я вот, знаешь, задумалась и, наверное, осознала такую тему, что у нас тема непереносимости глютена, с одной стороны, какой-то, ну, чуть-чуть еще недоисследованная ситуация в сообществе медицинском, да, то есть не все врачи готовы говорить о том, что это проблема. Второй момент, да, вот, соответственно, от медицинского сообщества мало поддержки, хотя я знаю, что вот ты находишь специалистов, которые давным-давно этим занимаются, но это какой-то узкий пол людей, да, специалистов именно с этим, работающих с этим. Второй момент, ну, если уж врачи, ну, врачебная такая, да, дума, скажем так, не особо к этому склонна, то, конечно, окружающие вообще не понимают, ну, какая-то вот чепуха, какой-то бред, и тем более вот темы, связанные, знаешь, вот это с глютеном, еще и переводятся, ну, с непереносимостью, как новомодные, ну, вот люди придумывают себе новое, новое увлечение, новые заморочки, новые проблемы, новые заморочки, такого вообще не может быть, потому что этого не может быть, потому что врачи это не доказали, и это мне все помогает находиться в длительной стадии отрицания. Вот эта вот тема, да, там, которая у вас, к сожалению, да, вот вашу группу, да, там, конечно же, затрагивает очень сильно, всерьез, и отодвигает все вот эти, ну, я сдачу анализов, нахождение хорошего специалиста, ну, все. Ну, уже пути решения, да. Я знаю, что хочу сказать? Это ты говоришь сейчас про взрослых людей, а ты представляешь, что это случается с твоим ребенком? Это мне нужно признать, что у меня с ребенком что-то не то. Это мне нужно признать, что я всю жизнь должна перестроить свою жизнь, подстроиться под нее. А вот дальше, вот послушай меня, да, и вот сейчас с ребенком, да, это, мне кажется, это огромная проблема, сейчас дальше идет тема, вторая стадия принятия, да, чтобы я уже ближе была к осознанности, все-таки вторая ступень, это я уже выше духовно, ну, там, сознаю к осознанности, это стадия торга. Вот стадия торга, когда я как бы уже услышала этот диагноз, да, ну, как бы думаю, как бы меня пронесет. Ну, то есть я как бы хочу этим заниматься, ну, я пойду к одному специалисту, я подойду к другому, к третьему, к десятому, к пятому. Вот то, что ты мне говорила, а может, это паразиты, а может быть, это стрессовая реакция кожи, а может быть, это, ну, какие-то возрастные моменты. Да, а может быть, это в конце концов вода, Ань, я просто переехала, да, в новые районы, вот такая вода, и у меня вот такая реакция. Ну, вот, то есть я, конечно, буду заниматься, ну, не прицельной, там, диетой, да, там, ограничением, а я буду заниматься масками, кремами, да, косметику поменяю, косметолога поменяю, да, там, германальные поменяю. Да, я, косметолог, пусть он меня переколет, заколет, там, расколет, свернет, ну, туда и обратно, но, в общем, я с одной стороны, как бы уже на руках вижу эти анализы, ну, как бы мне нужно перепроверить кое-что, и я опять в этом, в этой теме, конечно же, в этой теме я соскальзываю, да, там, соблюдение питания, но либо я в лучшем случае, вот в стадии торга, в стадии торга я делаю это таким образом, я там день-два пособлюдаю, ну, как бы не совсем и легче, ну, за один-два дня, если уже до этого были проблемы, да, там не совсем... А потом ПМС, а потом ПМС нагрянул, все, не считается. Вот, а потом еще, может быть, много чего. Ну, в общем, смотри, стадию торга очень тяжело проходить, потому что, ну, стадия торга для самого торга, да, потому что я готова деньги тратить на анализы, но я не готова. Причем у вас же вообще, мне кажется, интересная тема, вам же только просто соблюдать и все? Да. Да. Но куча денег, сил, времени тратится на вот эту вот, да, там, базу габарита анализов. Притом, Аня, да понимаешь, сейчас уже мне, например, там, да, очень многие люди говорят, да не надо там, не иди сдавай, то есть если ты по симптоматике видишь, что у тебя очень похоже, сейчас уже много доступной информации по тем симптомам, нетипичным, скажем так, да, там, к целиакии, которые, которые могут об этом говорить. Убери на две недели, убери на три недели глютен, не сдавай на это, посмотри на себя. Если есть реакция, не включай в рацион, убери. Да, все. Ну, почему же мы этого не делаем? Вот почему мы этого не делаем, да, мы потому что торгуемся, нам кажется, что есть вот некто, ну, какой-то суперспециалист, какой-то суперволшебник, который либо мне даст уже готовую таблетку, что мне можно этот глютен, ну, там, в твоем случае, да, там, в случае, там, твоих слушателей, либо сейчас какой-то такой анализ возьмут, да? Который все опровергнет. Да, который все опровергнет. А я же мучаюсь, вот три дня, в общем, ну, в общем, без глютена, и, в общем, все. Вот. Ну, то есть торг идет прежде всего, конечно же, и самое главное, это самим собой, самой собой, да, который, ну, длится, кстати говоря, эта стадия может повторяться, они бывают цикличными, да, и может длиться достаточно длительное количество времени. Между прочим, даже люди с самыми тяжелыми заболеваниями, ну, которым, ну, просто нужно остро, да, там, соблюдать питание, принимать препараты, да, с сахарным диабетом, я, например, говорю, первого типа, и то находится в какой-то длительной стадии торга, либо заболеванием сердечно-сосудистой системы, да, ну, вот, ну, и диета, и образ жизни, да, но все равно, вот, торг, вот, нужно найти какого-то суперспециалиста, суперстрану, уехать, там, в Израиль, чтобы тебя проконсультировали, чтобы тебе дали какой-то волшебный препарат, а просто режим, просто режим, и это самое сложное, ну, не потому, вроде как самое легкое, но потому что вот этот торг возникает, да, с самим собой. Еще раз, я сейчас хочу подчеркнуть, дорогие, что, намного уважаемые слушатели, что эта тема относится не к тому, что человек, ну, там, низкоинтеллектуальный, все высокоинтеллектуальные люди, да, там, все понимают, все понимают и тяжесть, кстати говоря, заболевание, да, там, и тему, что нужно соблюдать, но как бы это относится не ко мне. Я вот это знаю по статистике, да, там, я вот это знаю, что может такое быть с другими людьми, но в чем отличие осознанности и неосознанности? Все это я очень глубоко понимаю, я могу даже всем, ну, в общем, дать советы прекрасные, но то, что это относится ко мне, и мне нужно пожизненно соблюдать, извините, я ищу, понимаешь, да, там, я ищу препарат, таблетку и все-все-все, что с этим связано, и потом, в конце концов, наездившись, находившись, да, ко всем специалистам, пополнивши свои знания, прочитавши кучу там, да, и массу вообще статей, да, уже журналов, всего-всего, я захожу в дичайшую стадию, вот эту дичайшую стадию, вообще называется гнев, конечно, стадию гнева, все вообще, стадия гнева, на мой взгляд, ну, свойственно всем без исключения, всем без исключения свойственно, безусловно, но стадия гнева, она, конечно же, удивительна, почему, потому что, с одной стороны, вот гнев дает, вообще, ну, чувство злости, чувство агрессии, гнева, бешенства, дает, на самом деле, очень много сил, двигаться, например, да, подбирать питание, да, очень много, очень много чего соблюдать, но просто сейчас эта стадия гнева, когда еще нет осознанности и принятия, используется в поиске виновного, вот поиск виновного, это значит, что, ну, врач виноват, да, не вовремя поставил диагноз, да, либо, знаешь, как, ну, уже все, все уже перебрали, вот твои продукты, да, когда ты мне говоришь, там, эту гречневую лапшу, да, эту муку нужно, там, кокосовую, да, там, ты мне рассказывал, вот эту безглютеновую, это же, и в стадии гнева ты скажешь, это, это что за ценник у продуктов, как вообще это можно соблюдать, это же какое-то безумие, лучше сразу, ну, в общем, лучше сразу, ну, заказать, понимаешь, накопить нас эти смертные, да, чем соблюдать это питание, ну, вот я в гневе, да, вот нахожусь, и поэтому думаю, это нереально, это невыносимо, потому что это дорого. Это дорого, это не найти, да, вообще на тебя смотрят, как на сумасшедшую. Абсолютно верно, абсолютно верно, это дорого, или, например, мне элементарно некогда. Мне элементарно некогда готовить, потому что вы же должны готовить, потому что мы с тобой обсуждали, что, например, готовых блюд, да, там, кафе и ресторанов нереально либо мало, либо они не соблюдают техники, да. Я правильно тебя слушала? Да, да, да. Ну, то есть, мне кажется, это такая куча времени. Ну, я искренне в этом плане соболезную, но это так, да, там, что действительно, люди, вот, которым нельзя, с непереносимостью глютена, им правда нужно ходить в определенные магазины, им правда нужно, ну, вот вам правда нужен какой-то, да, определенный товар, да, и правда нужно смотреть на этикетки. Аня, это не диета, это, знаешь как, это прямо другой образ жизни, потому что, вот, например, итальянцы, они же назвали целиакию и непереносимостью глютена социальной болезнью, меняется не только диета, меняется весь образ жизни, поэтому, ну, хотя, мне кажется, и с сахарным диабетом то же самое. А везде это так, Валя, я рассказываю про все стадии, вот те, кто проходил, да, и ожирение, то же самое, да. И ожирение, и сахарный диабет, еще раз говорю, и гипертоническая болезнь, когда люди вынуждены, слушай, или проблема, например, да, там очекаменная болезнь, в которой тоже есть определенные диетологические рекомендации. Все проходят эти этапы, все без исключения. Ну, то есть, с одной стороны, я, конечно, надеюсь, надеюсь, да, там, что когда нас с тобой послушают, что будет облегчение, что не я одна такая, если кто-то находится в стадии вот этого гнева, да, или депрессии. Аня, ну, вон уже пишут, прости, я прочитаю этот комментарий. Они годы нехилые, льготы нехилые имеют, понимаешь? Кто льготы имеют? За что? Кто? Кто, диабетики или кто имеет у нас льготы? Я не в курсе. Кому там льготы дали? И деньги рекой, кому нет? Кому там дали? Без глютейщикам ничего не дают, целиотейщикам, понимаешь? Вот он гнев, понимаешь? То есть, кто-то за болезнь еще и получает деньги, а я нет. Вот, вот эта вот тема, конечно же, да, там, вот, спасибо, что вы, спасибо, что вы комментируете, дорогие друзья, это очень важная обратная связь. Конечно, и в этот момент еще и, ну, такая злость возникает, она переходит из гнева в депрессию, когда все едят, и им все можно. Вот эта вот тема, вообще, мне кажется, ужасно прекрасная, ужасно-ужасная, да? Да это мы с тобой за одним столиком в ресторане, понимаешь? Или в гости я к тебе приеду. Вот вы все едите, понимаешь? А я что? Либо со своим, либо вот так вот выборочно. А твой муж меня сейчас спросит, а ты почему сыр не съела? А вот помидорки там свежие, понимаешь, ботинские. Какие помидорки? Мне ничего нельзя, да? Вот. Конечно, гнев. И гнев возникает очень сильно, и гнев возникает в том плане, понимаете, как, что, нет, все с большим уважением относятся, да? Гнев возникает в том плане, что очень, ну, правда, очень сложно с одной стороны. Ну, правда, нет времени, да, там, и денег. Ну, правда, тяжело, например, на работе, да? Ну, правда, ситуация связана с тем, что все окружение. А если теперь ты говоришь о детях, да, если вот ты меня просила, да, там, подчеркнуть с ребятишками, которые страдают, которые страдают, то тема такая, да, там, например, я хочу ребенка отвезти, ну, например, в дошкольную или школьную, ну, школу, да, или в дошкольное учреждение. И вот здесь как договариваться, да? Мне кажется, вот такая тема, связанная с некой потерянностью, связанная с тревогой, да, там, что, что будет ребенок есть, да, там, а вдруг его накормят чем-то, а вдруг это будут темы, связанные, там, со школой, ну, понимаешь? И вот, мне кажется, вот эти вот вещи, безусловно, вызывают у родителей ощущение просто, ну, душераздирающего, ощущение ярости. За что? Да, за что? За что это? И что все не приспособлено для того, чтобы, там, мой ребенок питался определенным способом, да, там, с определенными, с определенными ситуациями. Но, опять же, я еще раз говорю, это относится ко всем аллергиям, да, когда ребенок, а, кстати, никто не отменяет, дорогие друзья, еще и родственников, которые не проинформированы, которые не, не знают, что есть, например, группы определенные, да, или там, да, школьные, школьные все темы, да, там, связанные с тем, что, например, учителя, педагоги, они же не проинформированы о том, что там ребенку можно или нельзя что-то, да, в дошкольных учреждениях. И вот здесь чувство, конечно, гнева может настолько перебарывать, что я иду не в следующую стадию, вот это вот, помнишь, мы с тобой, а кто и хочет на следующую стадию эти депрессии? Никто. И никогда. И никогда. Продать кому хочется, да. Абсолютно верно. И поэтому в эту стадию депрессии не хочется идти никому и никогда, поэтому я опять могу скатываться в торг. И когда ты меня спрашивала, там, Аня, почему я так долго не могу, да, там, привить к себе вот эти, ну, не знаю, там, с одной стороны, ты же готовишь, готовишь классно, несмотря на то, что ты там 24 часа в сутки можешь работать, а с другой стороны, вот эта тема, почему я не могу не подъесть? Ты меня все время спрашивала, и я тебя объяснила, потому что ты уходишь из стадии гнева, да, там, не в депрессивное состояние, ну, мы сейчас не говорим о депрессии, ну, вот такой, да, там, клиническое, мы говорим о таком, ну, субдепрессивном состоянии, что это просто на всю жизнь, на всю жизнь, на всю жизнь. Вот, и тема заключается, да, там, что человек очень часто уходит из отрицания, вернее, из, опять, да, там, гнева, стадию торга, опять я ищу определенные препараты, опять я ищу определенных специалистов, опять я ищу темы, связанные с какими-то волшебными, да, ну, я не знаю, там, способами лечения, я все делаю для того, чтобы не соблюдать, не соблюдать. Я думаю, тебе это знакомо, и ты ходила, например, из отрицания, потом, да, там, опять в стадию торга заходила, потом заходила, опять в стадию гнева. Я уходила и в самое, я и в самое начало уходила, то есть прошло два года, меня опять вышвыривало на самое начало непринятия, нет, 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 это бред, все, отметаем, все, я лучше пойду к психотерапевту схожу, потому что нет, здесь проблема в другом, надо что-то вот в жизни поменять, и все наладится, и будет как раньше. То есть вышвыривай так, и ты опять по новой вот это все проживаешь. Да. И в дальнейшей степени, да, наши, конечно, с вами задачи, когда вы стремитесь к соблюдению питания, безусловно, наши с вами задачи, как это ни странно, как не было бы печально, ну, зайти это в стадию, да, там, депрессивную стадию, и вообще стадию того, что это со мной будет на всю жизнь. Мне кажется, вот эта тема, вот любому человеку скажи, на всю жизнь, на всю жизнь соблюдать, да, вот эти ограничения. И вот как вот наши участники писали в группе, что когда все все предлагают, когда я прихожу, например, с супругом в гости, когда я прихожу в ресторан, когда мы можем, может быть, что-то определенное заказываем, а все вокруг заказывают, и все пахнет же, и мне все видно. У меня есть уши, да, у меня есть уши, когда о еде говорят, у меня есть глаза, когда я иду вижу, у меня есть обоняние, в конце концов, в которое я чувствую эту еду, и я ее жутко люблю, мне так кажется, потому что на фоне ограничительного поведения ощущения, и вот эта тема, что на всю жизнь, на всю жизнь, она, конечно, должна тоже какое-то время побыть с вами, да, вот эта вот тема, да, там, что, ну вот как, мне кажется, вот в этой теме люди находят вот это вот, ну, в депрессивном состоянии, да, там, ну, в таком, да, мы договорились, конечно же, не клиническом, а с депрессивным, да, вот в этом эпизоде, мне кажется, люди находят очень много вещей, связанных кстати говоря, с питанием в том числе, ну, например, как одна моя клиентка говорила о том, что, Ань, я в конце концов, слушай, вот начала изучать кухни народов мира, или как мы питались, вот, ну, там, да, исторически раньше, ей действительно, вот в этой стадии горевания, будем так, да, там озвучивать, помогало, что она вдруг осознала, что многие, например, ну, странно питаются, и в этом самом питании, в самом рационе, нет, в принципе, очень мало глютена, ну, если говорить там, да, там о кухне, например, Азии, где глютена действительно очень мало, да, там, где приоритет, это вот все-таки белки, там, морепродуктов, овощи, например, если говорить, а рисовый лапша, да, там, или это собик, гречневый лапша, да, но, в принципе, люди не приучены к этому глютену, его, ну, это лапши там у дона, да, там, ее очень мало пшеницы, но приоритет на другое, и она, ну, а как вот они, как они вообще все живут-то, вот, и вроде, кстати, говорят, долгожители, выживают, да, выживают, ну, вот она говорит, я какие-то вдруг начала осознавать и понимать, что, ну, есть какие-то, безусловно, минусы, а есть вот плюсы, ну, то есть, всегда, всегда вот эта стадия, кстати, кто, кто заходит в стадию горевания, и кому, и кому, в общем, тяжело сейчас, мне кажется, я хочу для поддержки вам всем сказать, да, там, во-первых, ее нужно пройти, а во-вторых, ну, выдержать как-то ее, а во-вторых, необходимо, вот понимать, что только проходя, это, знаете, как вот эта вот метафора, да, там, после самого темной, после самой темной ночи очень яркий, там, светлый рассвет, да, ну, то есть, вот, вот эта вот тема, что без самой вот этой субдепрессивной фазы не бывает зоны роста, ну, то есть, в этот момент человек, когда грустит, горюет, да, переживает, у него открывается очень много ресурсов на состояние развития, и по мне, так, это все вот моменты творчества, моменты, да, там, осознавания жизни, моменты, связанные с преодолением кризисов, кризисов, решаются именно в этой фазе, и именно в этой фазе, и мне кажется, это очень важно, эту фазу вообще, да, там, осознать, принять, и начать, ну, начать дальше двигаться, и только потом, вот там меня спрашивают, да, плач, и только потом меня спрашивают, да, а пятая стадия, да, а пятая стадия, я выхожу на стадию принятия, что у меня вдруг в голове появляется, вот так вот щелкает, ну, в конце концов, да, вот это осознавание, что я, например, себя не ограничиваю, а я просто правильно питаюсь, что я себя... У меня другой образ жизни, да, да, вот я прямо-прямо правильно питаюсь, ну, например, я питаюсь так, что это может привести к моему долголетию, ну, я не знаю, там какие-то уму заключения действительно устроятся, или, например, я не просто... Я бы молодой, красивый, здоровый, да, да, или, например, я, если касается вообще семьи, то я приучаю свою семью к правильному питанию, а это позволяет мне, моему ребенку, да, моему супругу, моему следующему поколению, потому что мой ребенок научается, как это правильно питаться, мой ребенок научается правильно, правильно расставлять приоритеты, и это задел, я бы сказала, на через поколение продолжается этот задел, потому что, по мне, тема, как мы показываем своим детям, как мы преодолеваем некие сложности и трудности, конечно же, ведет к тому, что мой ребёнок вооружён и подкреплён, и у него всегда будет в примере родитель, который на его или на её глазах преодолевал казалось бы непреодолимое, когда все едят, когда всем некогда, когда всем дорого, да, ну правда, да, сколько детей потом вспоминает с благодарностью, мама тем не менее находила время, и сколько это помогает нашим детям, уже взрослым, ну как бы для себя внутри, при сложных проблемах решать, а мне родители, ну и может быть это не только мама, но и папа, да, а мне родители вот так показывали, вот это было правильно, вот это было верно, вот это было необходимо, это очень важные вещи, очень важные вещи. И ведь они этот пример, как бы, да, модель поведения переносит не только в отношениях с едой, да, но и в других ситуациях, когда тебе трудно, я справлюсь, потому что родители или там мамы справлялись, да. Еда, в конце концов, не самое главное в жизни, так, посмотри вокруг, что ещё есть, да, что ещё может наполнить твою жизнь. Безусловно, и как бы вот эта вот стадия принятия, она такая, она воодушевляющая, конечно, она воодушевляющая, она вдохновляющая, она даёт много сил, она даёт много желаний, она даёт много, ну, вот этого задела на ощущение того, что, знаешь, как вообще во стрессовых ситуациях, если я их преодолеваю, у меня уже такой багаж, да, там, что в любой, как ты правильно говоришь, в любой сложной теме я, например, или мои дети уже, уже понимают, как преодолевать. Ну, всё, это мне помогает в любом случае. И поэтому здесь, ну, вот я вот эту стадию уже заканчиваю, вообще вот этих пять стадий, и по мне, если вы осознаёте, в какой вы стадии находитесь, я хочу, чтобы вы, ну, для себя, первое, не ругали себя, что я там длительно задержалась, например, в стадии торга, или в стадии, например, того же отрицания, да, или в стадии, например, того же, знаешь, ну, той же, того же гнева и агрессии, да, когда все вокруг виноваты, да, или там некогда, или там, ну, вот, государство не приспособлено или не приспособилось, да, там, для того, чтобы поддерживать, да, я бы сказала, ситуации, но тем не менее я хочу озвучить, что мы не железные, мы имеем право, да, какое-то время побродить, ну, в любом случае, мы имеем право, в конце концов, наша задача, вот мне кажется, вот это самое важное, себя не совершенствовать, а принимать, принимать и понимать, да, там, что со мной происходит, и это дает мне повод двигаться, а не то, что я себя совершенствую, улучшаю, уже до улучшала такой степени, что, ну, в общем, опять все скатилось, опять все объелось, ну, вот так, да, там, опять объелось, поэтому, мне кажется, это очень момент такой необходимый, и еще раз повторюсь, если говорить там о ограничениях определенных, то социум действительно имеет огромное значение, социум, и мне кажется, чем больше вы социума будете рассказывать его, информировать, да, своему близкому, я имею в виду, да, там, окружению, рассказывать, информировать, тем вы больше, как лектор, сами поймете, это я уже шучу, ну, правда, да, там такие вещи, и тем больше, да, там, ваши близкие, они же не специально иногда, да, там, провоцируют вас, они реально просто не понимают, ну, боже мой, там, съешься. Ну, они же хотят как лучше, как всегда, да, да, ну, сколько можно уже там страдать и мучиться? Ну, безусловно, безусловно, когда, там, мне рассказывают, когда бабушка, бабушка, да, или, там, тети, там, или все эти гости подкармливают детей, да, для меня же тоже это очень актуально, потому что, мне кажется, что с весом, да, там, что с ограничением по питанию, связанным с аллергическими реакциями, например, да, там, и непереносимостью глютена, это же тоже вот такие же вещи, Валь, да, и когда, да, знаешь, недаром крылатое выражение было у людей, мне кажется, оно и вам подходит, но только можно по-другому перефразировать, да, что итальянцы проводили исследования, они брали успешно, успешно, работали с семьями, психологи, психотерапевты, и ребенок вдруг с того, когда делал шаги для похудения, вдруг начинал поднабирать, они сообразили, что они еще одного члена семьи упустили, а этот член семьи была бабушка, и у них родилось такое крылатое выражение, чем ближе бабушка, тем толще внук, да, то есть, ну, когда со всеми проводили работу, там, и мама, и папа включались, мама готовила, да, там, папа поддерживал, ну, внук заходил к бабушке, которая знала, что его пытают голодом, да, эти жесткие родители, и, конечно, его тихоря подкармливала, и мне кажется, вот эта тема, она очень сильно перекликается, да, там, с твоей темой, когда родители бедные, там, соблюдают, уже собрались, уже там готовят, там, уже там все, там, соединились, фронтом встали, и тут приходит бабуля. С пирогами? Да, и с блинами, да, там, с чем еще, там, с калачами, ну, там, не знаю, с пирожными, мороженым, в общем, ну, и подкармливает, ну, и все, все летит, ну, просто все питание, да, там, рушится, причем она же не просто там его соблазнила, ребенок вспомнил, ребенок подумал, да, там, что вкус, и ребенок вот это ощутил, ну, почему меня кормит, ну, там тоже значимый мне человек, да, из-под тишка подкармливает, да, ну, и ребенок же четко знает, как, как салюцировать. Получить это еще раз. Да, да. Да, вот это вот, да, вот это круто, да, любимая фраза всех бабушек, но ему же хочется. Здесь, конечно, с бабушками, но, вот, итальянцы уж не знают, что, как, как, ну, не истребляли точно, да, там, но они просто заводили, безусловно, Италия, заводила на консультацию еще и бабушку, и психотерапевт бился с бабушкой, да, не члена семьи, потому что там, ну, я представляю, в Италии там же еще такой культ, да, там, материнство, и бабушка вообще главнее даже мамы, вот, ну, конечно, психотерапевт, да, там, принимал на себя удары, ну, и, в общем-то, доносили, да, там, до всех уже родственников, до всех близких людей, кто кормит ребенка, кто кормит ребенка ключевое, да, что, что можно и что нельзя, и, конечно же, в этот момент вы должны понимать, я не говорю, что насмерть или в кровь биться, хотя, может быть, порой и так, да, потому что ребенок это ваш, не бабушек, и ребенок вам... Да, несете вы, вы это знаете, да, и на самом деле, так, может быть, жестко скажу, ну, а что делать, да, там, разгребать ситуацию, связанную с его здоровьем, придется вам, не бабушке, и претензии, которые выставит ваш уже взрослый ребенок, да, по поводу, там, последствий, связанных с определенными ситуациями, выставятся вам, все счета выставятся вам, не бабушке, поэтому, если вы четко уже сами принимаете, ну, давайте не будем демонизировать бабушку, бабушка, уже какого-то демона, демонизировать не будем, будем, будем на самом деле понимать, да, там, что бабушка, ну, от чистого сердца, вот, но она просто действительно реально может не понимать, я уже сказала, какая ситуация с вами, потому что не все, не все даже врачи готовы озвучивать, что это большая проблема, да, ну, очень много я слышу, что надуманная тема, придуманный диагноз. Это проблема есть, да, это проблема есть, и здесь вспоминали, вспоминали уже там в комментариях Марии Олеговну Ревнову, которая ставит диагноз, питерские врачи, да, они лидируют, и в Москве у нас тоже есть врачи, которые сотрудничают и с центром, с обществом Эмилия, и с Национальной ассоциацией «Жизнь без глютена», они есть, и самое страшное, что их пугает, когда диагноз поставлен, диета назначена, биопсию сделали, все, телеаке, люди идут на моменте отрицания по другим врачам, им снимают диагноз, им отменяют диету, вот это самое страшное, и люди, естественно, отказываются. Аня, у нас много вопросов, давай ответим. Давай ответим на несколько, давай, конечно. Ну, мы успеем, коротко будем отвечать. Так, почему же вот все-таки тянет нас рыб? Нам пишут с тобой, белок надо есть каждые три часа, тогда никуда не потянет. Но не все могут есть белок там каждые три часа. Ну, давайте, мне кажется, это, безусловно, я поддерживаю каждый три часа, которые относятся к людям, которые занимаются своим снижением веса. Это святое, вообще просто святое. И когда люди снижают вес, это белок каждые три часа. Но мы сейчас говорим о людях, которые могут, например, никогда в жизни не сталкиваться с проблемой веса, да, там никогда не худеть. А мы сейчас говорим о теме все-таки непереносимости глютена. Об этом не стоит забывать, это чуть другой момент. И для меня, например, да, почему тянет нас сладко и возникает срывы, безусловно. Ну, первое, это, конечно же, нерегулярное питание, да, и здесь человек, который не худел, он не обязан, там, этот белок, да, там еще просто должен просто вовремя поесть. Ну, и сытно поесть, например, да. Но желательно сбалансировано, да, сбалансировано? Безусловно, нет, желательно, конечно, сбалансировано, сто процентов сбалансировано. Я здесь поддерживаю и белок животного происхождения, конечно же, да, вот, но который помогает быть более сытой. И, кстати говоря, с вашим питанием он очень хорошо коррелируется, правильно же, да? Но, тем не менее, еще раз говорю, вовремя поесть – это важно, но если человек никогда не страдал там весом, да, там, просто вовремя поесть, давай так. Второй момент, конечно, иногда срывы возникают, потому что действительно очень много провокаций. Ну, например, дома очень много провокаций, срыв возникает не потому, что человек голоден, а просто вот эта тема экстренального поведения. Слушай, когда у родителей, там, у самого человека, да, там много-много всего лежит дома, ну, который там будет есть муж, там, ребенок, да, а мне это нельзя, конечно, я ночью пойду и буду это есть. Сто процентов. И поэтому в этом плане рекомендации, дорогие мои, не бойтесь ущемлять близких, потому что единственное, да, там, кто страдает заболеванием, например, в семье, это вы, поэтому вам нельзя, ваши близкие выкрутятся, да, там, и возьмут это сладенькое, или там, что все, да, все, что необходимо, в конце концов возьмут, купят на один раз и успокоятся. То есть не храните дома. Вот это вот, да, там два момента. Первый момент – вовремя поесть. Второй момент – не провоцируйте себя, в конце концов, да. Если какой-то вариант у вас возникает, ну, как бы не забываем, что это аллергия, иногда нужно и всех родственников предупреждать, например, чтобы для меня было специальное питание, да. Вот для меня, ну, вот, да, муж хуже бабушки. Мне кажется, такое крылатое уже в жизни, да. Ну, просто объясните. Мужья бывают разные, да. Нет, мужья бывают очень разные, потому что, когда мне пишут девочки, ну, мамы, да, когда мне пишут мамы, и говорят, плачу я, плачет ребенок, потому что напротив сидит у него на кухне за столом отец, и ест батон там с макаронами обычными, и говорит, я все понимаю, но я не наедаюсь, мне невкусно это есть, я это есть не буду. Я представляю ужас вообще у женщины, которая понимает, у ребенка целиаке, его убьют эти продукты. Ну, заставить мужа поддержать и принять диету для всей семьи, когда у тебя в семье маленький ребенок, и когда он это отрицает, вот я, ну что, ты его за уши к психотерапевту не притащишь, он не пойдет однозначно. Как объяснить? Есть совет? Объяснять? Да, конечно. У меня всегда есть совет. Отлично. Смотрите, вы внутренне сами должны пройти те стадии, о которых я говорила. Когда вы их прошли, все, вам уже никто не страшен, ни бабушка, ни бабушкин муж, да? Нет, я к тому говорю, что смотрите, если у вас внутри это осознавание есть, там появляется такое, ну, вот я сто процентов говорю, там появляется такая вещь, как вы четко вдруг понимаете, что на самом деле в большем проценте случаев за кухню, за то, что готовится, отвечает женщина. Она сама своими руками, своей головой, своими великими способностями кулинара приучила семью к определенному списку питания, к определенному компонентам, ингредиентам продуктов, которые, там, да, там, человек, да, там, эта семья ест каждый день. Вы сами собственными руками приучили всю семью. Это ни плохо, ни хорошо. Вы главное. Вы просто уже не заметили, как он, вы его научили есть эти оладушки, да, там, вы его научили, разбаловали его блинчиками, да, там, вот, ну, вот всем, что, всем, что он, собственно говоря, при ребенке переедает. И вы, если вы это вдруг понимаете, осознаете, да, там, а я вам советую это осознать, кто в семье, по кухне, только по кухне, да, да, иметь представление, тогда все сразу становится легко. Тогда, я не говорю, что, я не говорю, что бывают, конечно, непонятные моменты, да, там, бывают конфликты. И чаще всего, конечно, вот такие конфликты связаны не с ребенком. Чаще всего такие конфликты связаны с конфликтом между родителями, которые вытесняются на ребенка. И ни одному отцу там несложно там отказаться, если у вас на сегодняшний день там не конфликтные, а хорошие отношения. Просто это может быть как сигнал к тому, что нужно просто улучшать отношения на доверие, на близости, да, там, на чувство понимания и принятия, потому что это значит, что в семье не только идет конфликт по питанию. Куча еще моментов, которые, которые нужно улучшать, да, усиливать, решать, в конце концов. И, ну, и по большому счету все решаемо в семьях. Безусловно, все решаемо. Ну, то есть муж может таким образом мстить, издеваться, ну, тут рассказ просто рассказала страшный, да, не ребенку, нет. Какой-то момент может быть, да, между вами. А решить это можно, возможно, да, для того, в конце концов, вы созданы, да, там, психотерапевты. Либо, если вы умеете говорить со своим супругом, ну, а вы умеете говорить со своим супругом, то, конечно, да, чем больше вы будете разговаривать, тем лучше будет близость. Кстати, очень многие же семьи разъединяются, когда есть, отдаляются, да, там, когда есть заболевания. А многие, наоборот, объединяются. И многие, наоборот, начинают поддерживать, да. Вот, казалось бы, там, отношения были уже такие достаточно длительные и прохладные. А как только случилось несчастье, да, это их сблизило семью. Но это повод для того, чтобы вместе фронтом одним идти и, ну, там, развиваться и, собственно говоря, слышать, научаться друг другу. Вот эти вещи, конечно, важны. Да, там, по поводу анализов, да, что, ну, раз то у тебя уже идет какой-то там вторая ступень, да, ты там торговаться начинаешь, но ты заходишь на анализы. Смотрите, по поводу того, кто какие анализы сдают. У нас есть общество Эмилия, и если вы живете в Питере или если вы живете в любом регионе нашей страны, вы обращаетесь к Ирине Романовской. Телефон, который есть на сайте Эмилия, она проконсультирует вас, какие анализы нужно сдать вам или вашему ребенку и направит вас туда, куда нужно. Я не врач, этим не занимаюсь, да. Если вы живете в Москве, я еще раз под этим видео, я сохраню его, напишу именно тех врачей, детских и взрослого врача, который занимается здесь проблемами целиакии и непереносимости глютена. Ну, просто, ну, мы не врачи, мы как бы не специализируемся на этом, да, тем более я не врач, мы эту тему не обсуждаем. Есть специалисты, вот к ним обращайтесь, все вам расскажут, нужна ли биопсия, какие вы анализы сдаёте и все прочего. Так, ты не сядешь и не усидишь, если сел за одним столом с хачапури, пиццей, пивом и кляром. Это правда. Да. Это правда, конечно, я сто процентов здесь поддерживаю. Это как раз вот та тема экстронального поведения. Если ты села за столом, где все прекрасно и все замечательно, это относится к взрослому человеку, то здесь нужно, ну, понимать, что я всё равно переем. Ну, всё. Ну, как это меня спрашивали, а что делать? Что делать? Ну, сначала помолиться и есть. Ну, что делать? Вот как бы не усидишь. Либо есть ещё один такой нюансик, небольшой вариант. Если, ну, она тоже есть-то возможность в любом случае, воспользуйтесь ли вы ей там. Это танцы, это, ну, то есть вот чем минимум я буду за столом, ну, на этом празднике жизни, да, тем, конечно, у меня меньше повода будет, собственно говоря, прикоснуться к этой еде. То есть я буду участвовать, я почему сказала, танцы там во всех конкурсах, да, я буду там со всеми общаться, я буду со всеми разговаривать. Это же нужно найти таких людей, таких мужчин и женщин, с которыми я буду общаться целый день, которые меня способны отвлечь от этой еды. Это, конечно, возможно, но всё равно приготовьтесь к тому, что, вот это я говорю, принятие. Вы всё равно что-нибудь сапните. Ну, что теперь, ещё раз повторюсь, все мы люди. Все мы люди, все мы имеем свои слабости, и никто не отменял этот экстернальный аппетит. Да, по поводу Питера пишут, что в Питере для больных, для людей с непереносимостью глютена и с целиакии, это действительно настоящий рай, у них есть специализированные сады. Да, у них есть всё, они получают действительно финансирование, они получают дотации на питание детей, даже в карантин они их получали, у них есть специальные ларёчки, где продаётся специальная еда там с прописанным содержанием, и они их могут получать по специальным картам. В Питере это есть, в Москве этого нет. Я, к сожалению, в Москве этого организовать не могу. Меня спрашивают, почему мы ещё этого не организовали. У меня нет пока таких ресурсов. Человек может одновременно проживать разные стадии, а идея личной жизни и другим. Или по идее уже в горевании открываются ресурсы, а по личной жизни ещё торг. Да, конечно. Параллельно может переживать. Не синхронизируется. Нет, 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 да? По идее я могу уже просветлённой быть с осознанностью, например, да? А в личной жизни у меня до сих пор отрицание может возникать. Поэтому здесь, конечно, мы же многогранны. У нас разные сферы. У нас разная тема, да? И, в смысле, сферы жизни, которые нас, безусловно, вдохновляют и удивляют. И, конечно, еда – это как важнейший компонент, да? Потому что без неё мы не сможем в любом случае. Но что? Но и личная жизнь имеет огромное значение. Не хранить запрещённые продукты дома – это боль, потому что кто-то хочет, а мне с запахами прожить. Ну, это действительно трудно. Но это только договариваться со своими близкими. И помнишь, что я рассказывала? Помнишь, что я рассказывала? Продукты красные, там, какой-то там группы, там, тревожные, да? Ещё там жёлтый, не знаю, какой-то ещё. Ну, то есть есть продукты, на которые ты сорвёшься в любом случае, а есть те, которые, вроде бы, тебе не очень можно, но на которых ты не сорвёшься. Но если ты ложечку, и тебе стало легче, а у тебя нет таких, да, там, каких-то аллергических проявлений в твоём случае, ну, то есть я могу остановиться вовремя. Вовремя могу остановиться. Ну, да, например, мне однозначно нельзя, мне однозначно нельзя, например, хлеб и выпечку с глютеном, которую мне хочется, но я, например, спокойно отношусь к мармеладу, который, вроде, там, какой-то, может быть, он без сахара, без всего, то есть мне, в принципе, его можно, но я его не хочу. Но я знаю, что если вдруг меня прижмёт совсем, да? Затрясёт, прижмёт, да? Ты его возьмёшь, ты его по чуть-чуть съешь, ну, потому что ты к нему как бы а-ля безразлично. Вот такие продукты, как мармелад, ты приводишь в пример, не мармелад, а как мармелад, по психологическому состоянию ты можешь хранить, а булки, конечно, нет. Нет. Ни в коем случае. А ребёнок тоже проходит все стадии принятия? Конечно, да, конечно, ребёнок, ребёнок, конечно же, проходит все стадии принятия, безусловно, но по мне в большей степени важны стадии принятия у тех, кто его кормит, то есть у родителей. Потому что стоит забывать, что всё равно ответственность за ребёнка, ну, мы его кормим, несём мы. Поэтому здесь, конечно, ребёнок, да, но в большей степени меня, конечно, будет интересовать мама и папа, ну, и бабушка, о которой мы уже говорили. Да, у нас всё, заканчивается наш эфир. Аня, можешь сказать, вот ты умеешь сказать такие слова, да, поддержки, которые помогают прожить этот день, эту неделю, этот вечер, выдержать диету, не сорваться, не убить близких, поддержать ребёнка с тяжёлой, ну, такой, со сложной диетой? Мне кажется, вот эта вот тема, главное нужно помнить, главное нужно помнить, что все люди, которым создаются ограничения, все люди, без исключения, периодически испытывают слабость. Потому что, ну, потому что мы люди. И в этом ничего плохого или хорошего нет. Это просто говорит, что вы очень человечные. Поэтому единственное, что нужно делать дальше, нужно продолжать. Продолжать просто соблюдать, продолжать соблюдать. Потому что, когда ты падаешь, то ты просто дальше поднимаешься и идёшь. Мне кажется, вот это важная тема. Важная тема вот такого принятия и поддержки. Пять секунд.